На улице идет дождь, и на мокром асфальте, на месте недавно стоявшего здесь автомобиля, видна радужная пленка от растекшегося масла. Но откуда в ней берутся радужные цвета? Почему пленка получается такой яркой и праздничной, даже когда на улице так хмуро? Толщина масляной пленки составляет всего несколько микрон, что сравнимо с характерными длинами световых волн. Часть света отражается от внешней поверхности масла, а еще какая-то часть света отражается от границы между маслом и водой. Обе отраженные волны являются когерентными, потому что они являются частями одного и того же светового пучка. Если волны складываются в одной фазе, они усиливают друг друга. А если волны складываются в противофазе, они ослабляют друг друга вплоть до полного исчезновения света. Но разность фазы определяется длиной волны, толщиной пленки и наклоном световых лучей. Если бы весь падающий свет имел одну длину волны, поверхность пленки выглядела бы как чередование ярких и темных полос. Но поскольку в белом свете содержатся разные длины волн, пленка оказывается в каких-то местах в основном красной, а в каких-то других местах в основном синий. Радужные цвета мыльных пленок – это тоже результат интерференции цвета. Жидкость медленно стекает по пленке вниз, и поэтому пленка внизу получается толще, а вверху тоньше. А мы видим цветные горизонтные полосы, соответствующие интерференционному усилению света на той или иной длине волны. А почему пленка перед тем, как разорваться, делается наверху совсем бесцветной? Дело в том, что здесь она стала настолько тонкой, что эффект интерференции для всех длин волн видимого света здесь приводит к одинаковому результату. Еще один способ получить тонкую радужную пленку состоит в том, чтобы разогреть стальную поверхность. Сталь окисляется и покрывается тонкой оксидной пленкой, а интерференционные цвета, которые мы сейчас видим, называются цветами побежалости. А как получаются вот эти прекрасные кольца? В эту рамку вставлены два стеклышка, прижатые друг к другу с помощью винтов. Между ними возник узкий менискообразный зазор, как если бы мы прижали сферу к плоской поверхности. Свет отражается от обеих границ этого зазора и интерферирует, как в масляной пленке или мыльном пузыре. Первым такие радужные кольца описал Исаак Ньютон, так что они называются кольцами Ньютона. А эти великолепные кольца Ньютона я сфотографировал в Таиланде на одной физической установке, снабженной окошком из двух прилегающих друг к другу слоев толстого полированного стекла. Субтитры создавал DimaTorzok